Деньги на дожде ОСАГО подорожает Минфин официально внес предложение по индексации стоимости полиса автостраховки И увеличение этой стоимости может составить чуть меньше чем в полтора раза Ну а само правительство думает об отказе от реформы на бензиновом рынке Срок введения стандарта Евро-3 может быть снова перенесен Ну а собственно в Америке тем временем разворачиваются практически драматические события Банк Goldman Sachs получил вызов в окружной суд Манхэттена Сотрудникам банка придется давать показания об участии Goldman Sachs Ну не об участии, а о причастности Goldman Sachs к началу мирового финансового кризиса Ну и собственно эта новость негативно сказалась на мировых финансовых рынках Ну а надо сказать, что это не единственная негативная новость Сегодня же агентство Moody's объявило о том, что оно сократит Ну то есть поставлено негативный пересмотр рейтинг сразу нескольких крупнейших банков Это Bank of America, это Wells Fargo Еще один крупный банк Ну и А также Ситибанка, да Собственно Надо сказать, что это не единственная негативная новость сегодняшнего вечера по Москве Не очень хорошая статистика вышла с американского рынка Ну а собственно акции реагируют снижением Давайте посмотрим, что у нас происходит с акциями Ну вот мы видим, все едет вниз Вот только ММВБ В плюсе, ну вероятно, завтра ММВБ уедет туда же, куда уехал Долджонс сегодня Долджонс снижается Дело не только в банковских проблемах У четырех банков, напомню, проблемы Этим трем пересматривают рейтинг Goldman Sachs вызывают в суд Где придется банкирам давать крайне неприятные показания о своем участии в мировом финансовом кризисе Ну и кроме того, ритейлеры снижаются в цене Потому что плохие данные о потребительской активности и о продажах в США поступили сегодня Также, собственно, не очень хорошие данные поступают с рынка труда Где выяснилось, что безработица в США выше оказалось ожидание экспертов Все это толкает акции вниз Ну и к этому надо добавить то, что в Европе продолжается кризис Ну связанный с гоеческим долгом В Азии замедляются все основные экономики В частности, японская экономика не так бодро восстанавливается от цунами, как планировалось раньше И заговорили уже о том, что вся мировая экономика входит в фазу замедления Что, собственно, экономика в мире расти не будет Ну и это вызывает такие коррекционные настроения на рынке акций Уже, в общем, не быки, а медведи скорее определяют погоду сегодня на рынке Ну а мы, собственно, вернемся в Россию, где у нас есть свой сюжет Своё главное такое Главный сюжет в части денежной политики Собственно, речь идет о ценах на зерно Напомним, с 1 июля правительство собирается снять эмбарго на экспорт зерна И аналитики говорят, что сразу после этого цены могут взлететь на 23% И глава Центрального банка Сергей Игнатьев придумал свой рецепт, как остановить цены Игнатьев предлагает, предложил накануне ввести экспортную пошлину на зерно С тем, чтобы уравнять, ну, сделать, уравнять цены на, текущие цены на внутреннем рынке С теми ценами, которые получил бы экспортер, продав пшеницу за рубеж Сегодня эту идею поддержала и Минэкономразвитие Ну, это, собственно, означает, скорее всего, то, что, несмотря на открытие границ, зерно в России не подражает Инфляция во втором полугодии, возможно, составит полтора процента То есть цены, можно сказать, расти практически не будут, дай-то бог, это хорошая новость А вот ужасная новость, плохая, пришла из Минфина Министерство финансов внесло правительству свои предложения по индексацию тарифов на ОСАГО Ну, собственно, напомню, о чем идет речь А речь, собственно, идет о том, чтобы проиндексировать стоимость полиса Индексация, как сообщил сегодня представитель Минфина, составит чуть меньше, ну или там, меньше, чем в полтора раза Что за это, собственно говоря, обещают страховщики, они обещают увеличить лимиты ответственности То есть теперь за железо они будут платить не 160 тысяч, а 240 тысяч рублей А по страхованию жизни лимит ответственности составит 500 тысяч рублей Ну, они считают, что это вполне такая равноценная замена Ну, а, собственно, я лично считаю, что нет, давайте посмотрим на слайде Собственно, какова у нас ситуация со сборами и выплатами по ОСАГО Ну, вот это общая статистика с сайта Федеральной службы страхового надзора Красным выделена статистика по ОСАГО И что мы видим? Страховщики собрали 92 миллиарда, да? А выплатили 55, то есть почти миллиард евро У них разница между доходами и расходами То есть чистая прибыль миллиард евро И в этих условиях они, в общем-то, еще требуют повышения тарифа Но, очевидно, для того, чтобы эта чистая прибыль выросла еще Ну, и вот теперь давайте посмотрим, что они предлагают замен Замен страховщики предлагают якобы совершенно равноценную замену Это увеличить выплаты по жизни до 500 тысяч рублей, да? Я считаю, что это абсолютно неравноценная мера Просто потому, что выплаты по жизни в общей структуре Выплат по ОСАГО составляют около 1% Подавляющее большинство пострадавших в ДТП Выплат по страхованию жизни не получают Поэтому там может быть лимит 500 тысяч, миллион, миллиард По большому счету ни на что это не повлияет Больше платить страховщики не будут И, наконец, вторая вещь Страховщики предлагают увеличить объем выплат по железу Они говорят, что сейчас 160 тысяч недостаточно И вот, собственно, и здесь у меня есть сомнения, что страховщики будут платить больше Смотрите, сейчас можно купить расширение к полюсу ОСАГО Увеличить лимит ответственности страховщиков до 10 тысяч долларов Заплатив за это, ну, там, например, 10 долларов Есть такие спецпредложения И, собственно, по этим спецпредложениям тоже есть статистика Которая показывает довольно удручающую картину Давайте-ка посмотрим ее Вот, собственно, другая таблица с сайта Федеральной службы страхового надзора Ну, где же она? Статистика Сейчас снова первая И сейчас загружаем вторую табличку Вот первая, видим, разность миллиард Здесь, значит, ситуация такая Итак, по добровольному страхованию автогажданской ответственности То есть по вот этим полюсам Ответственность 10 тысяч за 10 долларов Страховщики собрали почти 5 миллиардов А сколько же они выплатили? Насколько важно увеличить лимит ответственности со 160 тысяч до 10 тысяч долларов? Да не на сколько Собрали 5, выплатили 1 То есть получается очень простая ситуация Тариф по ОСАГО будет поиндексирован в полтора раза Ну или чуть меньше Ну а, собственно, выплаты увеличатся на какие-то смехотворные суммы Ну то есть буквально копейки Как свидетельствует статистика В мае Россия добыла 10,26 баррелей в сутки Ну, миллионов, естественно, баррелей в сутки Что является новым абсолютным рекордом за всю постсоветскую историю за последние 20 лет Предыдущий рекорд был поставлен в октябре этого года Однако в мае добыча добавила 0,2 барреля в сутки Это достаточно много, мягко говоря Это порядка 10 миллионов тонн в год в пересчете на год И это новый рекорд И надо сказать, что Россия совсем недалека от советского высшего достижения В Советском Союзе добывали на пике 11,41 миллионов баррелей в день Но надо сказать, что с тех пор от Советского Союза отворились Ну, если сравнивать Советский Союз с Россией То ушли с одной стороны Казахстан, нефтедобывающий регион С другой стороны Азербайджан Однако и даже в их отсутствии сегодня Россия добывает уже около 90% от союзной добычи И уверенно возглавляет список крупнейших нефтедобывающих стран мира Давайте посмотрим слайд Ну, а вот мы видим, что Россия уверенно обходит и Саудовскую Аравию И США, которая много добывает, является крупным экспортером Ну и, собственно, все другие страны Как членов ОПЕК, которые там, между прочим, на видных ролях, так и не членов Но, что, так сказать, удивительно Это никак не сказывается, во всяком случае, никак позитивно не сказывается На доходах подавляющего большинства россиян Независимая газета сегодня почитала ведомственный журнал «Вопросы статистики», который выпускает Росстат И вот там, в этом журнале проводится дико интересный анализ доходов населения в России и в других странах СНГ Вот, собственно, давайте посмотрим Бабах, мы видим распределение по доходам в России и в других странах Как видим, в России подавляющее большинство населения, около 70% имеют доходы, мягко говоря, ниже среднего Ну, то есть балансируют около прожиточного минимума Но, в то время, как в социальном государстве, которое, так, в некотором уровне досталось нам наследство от Советского Союза Распределение доходов немного иное 20% населения условно бедные, 60% средний класс, 20% условно богатые Как мы видим, и в России, и во всех, и в других государствах СНГ, собственно, которые проанализировал Росстат Картина такая, что ни о каком социальном государстве не остается, ну, не может быть и речи, конечно Вот, ну, это, собственно, что касается бедных, беднейших слоев населения, к которым относится 70% жителей России А вот у богатых все довольно-таки неплохо Как? Давайте посмотрим Компания Boston Consulting Group провела ежегодный ревью, такой обзор, опрос, если угодно Под названием Global Wealth 2011 И, ну, вот, собственно, да Проанализировали они стиль жизни, потребление, доходы Ну, и, собственно, как инвестируют и вкладывают эти доходы богатейшие люди во всем мире Было проанализировано несколько десятков стран В том числе, ну, естественно, и Россия И что показали результаты вот этого исследования Boston Consulting Group Обсудим со Степаном Мополевым, редактором портала Sloan.ru Да Добрый день, Степан Добрый день, тебе Ну, и, собственно, в чем основные выводы Boston Consulting Group применительно к России? Ну, основные выводы Boston Consulting в том, что за последний, то есть с 2009 по 2010 год Активы под управлением, то есть это разного рода депозиты, вклады в банки и так далее Выросли на 8 процентов То есть рост по сравнению с предыдущим периодом с 2008 года замедлился Но, тем не менее, это все равно рекордный показатель И можно сказать, что кризис, который был там в 2008 году, он практически закончился Что касается самых богатых стран, то очевидно, что это страны Северной Америки Их активы под управлением составляют почти треть от мировых И там более 38 миллиардов, триллионов долларов Вот, ну, и еще Boston Consulting пришел к выводу, что, естественно, благосостояние в развивающихся странах более концентрировано То есть в руках меньшего количества населения находится большее количество благосостояния Степан, понятно, я слышал применительно к России такую фразу, что в России дефицит миллионеров А при некотором переизбытке миллиардеров, так ли это? Действительно, Россия на пятом месте по количеству сверхбогатых семей Это те семьи, которые облагают более чем 100 миллионами долларов Их в России 561 семья, то есть это пятое место после США, Германии, Саудовской Аравии и Великобритании В то же время в топ-15, как по пропорции миллионеров в общем количестве населения, так и по просто количеству миллионеров Россия не входит То есть можно сравнить нашу страну, грубо говоря, с Турцией или Саудовской Аравией Где примерно такая же пропорция сверхбогатых людей по отношению к обычным людям Огромное спасибо, с нами был Степан Ополев, редактор портала Слонру Мы, собственно, обсуждали, как идут дела у богатых У богатых дела идут, естественно, неплохо Число их увеличивается, но количество сверхбогатых семей в России Более 500 штук, поэтому показатели у нашей страны на пятом месте И, вероятно, на одном из последних мест по количеству, соответственно, и беднейших семей тоже Ну и, собственно, что касается сравнения Саудовской Аравии Хотел бы от себя тоже добавить одну ремарку В Саудовской Аравии граждане этой страны не относятся, как правило, к наиболее бедным Там, собственно, функции, ну не функции, а страта наиболее бедных людей Заняты эмигрантами из Юго-Восточной Азии В России, собственно, на этой же позиции граждане нашей страны, к сожалению Ну, собственно, еще одна новость пришла с рынка бензина Кажется, есть новое предложение, как разрешить бензиновый кризис Минэнерго направила в правительство предложение отказаться от введения обязательного экологического стандарта Евро-3 Который, в принципе, действует в России И который, как считает Сергей Цукасов, в русской топливной станции является одной из причин кризиса Ну, а о том, собственно, поможет ли эта мера разрешить кризис, мы и поинтересовались у Сергея Цукасова Средство, которое, ну, явно должно было быть задействовано, чтобы как-то переломить ситуацию Ну, как ожидалось, должно помочь Дело в том, что именно из этого стало просто физически меньше бензина производиться с начала года на предприятиях нашей страны Нужного качества, которое требует Требовали же Евро-3, а все предприятия не могли сразу перейти на его выпуск Соответственно, количество уменьшилось И вот это одна из главных причин, почему дефицит возник Ну, а, собственно, кто не успел перейти на Евро-3 Это уже известно к сегодняшнему дню Это нефтеперерабатывающие заводы трех компаний Это Роснефть, Сургутнефтегаз и Газпромнефть Собственно, этим компаниям мы обязаны тем, что в стране возник дефицит бензина Ну, и, собственно, из-за них будет отложен переход на более качественные сорта топлива Ну, что, конечно, улучшило бы экологическую ситуацию у нас в городах, ну и так далее В связи с этим, конечно, очень интересная вот такая тема Переход на Евро-3 откладывался как минимум дважды Я помню, об этом говорили еще в 2008 году О том, что переход на Евро-3 немножко преждевременен Потому что нефтяники не готовы Сейчас 2011 год Нефтяники по-прежнему не готовы И очень странно, почему же, собственно, они ничего не делают Для того, чтобы на этот стандарт перейти Ну, мы вернем А у нас компания дня Это первая грузовая компания Как сообщает издание «Коммерсант» На первую грузовую компанию появились новые претенденты До этого считалось, что компания будет продана Или компанией «Энтранс», выходцем из которой является министр транспорта Игорь Левитин Или структуром Владимира Лисина, самого богатого человека в России Однако, как пишет «Коммерсант» В спор вот этих двух гигантов и титанов перевозочного рынка Могут ввязаться двое неизвестных Компания «Бранс Викрэл» Крупный владелец подвижного состава А также сумма «Капитал» Компания «Зеевудина Магомедова» Которая, честно, мало что известна Кроме того, что у нее куча денег и активов Ну, о том, собственно, насколько реальны эти претенденты Смогут ли они вмешаться в борьбу «Энтранса» И Лисина Мы хотели бы поинтересоваться у Алексея Безбородова Партнера агентства «Инфроньюз» Алексей, главы агентства «Инфроньюз» Пардон Алексей, а, собственно, сумма «Капитал» и «Бранс Викрэл» Реальны ли это претенденты на ПГК? Сумма «Капитал» более чем реальны Я бы поставил вообще на первое место его Причем говорят об этом уже месяц На «Транс России» стало это известно То есть где-то больше месяца, полтора месяца назад «Бранс Викрэл» сервисная лизинговая компания Которая нет экспертизы на управление таким монстром, как ПГК Да и, собственно говоря, на управление собственными вагонами Она не затрачивается, она просто сдает их в лизинг Это, по сути, финансовая операция Никакой связи с управлением монстром под названием ПГК А сумма – да, сумма – это очень очевидно Алексей, а сумма действует в своих собственных интересах Или представляет какого-то другого игрока? Проблема в том, что сумма даже в случае с российским морским торговым портом Не действует в собственных интересах И через какое-то время его продаст в нужную сторону Поэтому в части ПГК история та же самая В чьих интересах действует Могу только догадываться, не буду говорить в эфире Чтобы не навлечься сюда юристов и прочих людей Окей, Алексей, такой вопрос А как появление третьей силы, суммы капитала Может сказаться на цене продажи ПГК? Понимаете, в чем дело? Если, условно говоря, 70% Global Trans объявил, что готова выложить 6 миллиардов долларов Реальная цена, по сути, это и есть 6-6,5 миллиардов долларов Если сумма добавит еще миллиардов ПГК, Global Trans просто не пойдет на эту покупку Потому что у них жесткие финансовые ограничения Они не покупают, согласно своим коэффициентам, дороже чего-то И устанавливают границу вот этих 6 миллиардов, которые Мальцин сказал Я думаю, что больше не будет Поэтому, кто предложит больше, тот и купит Спасибо огромное С нами был Алексей Безбородов Мы обсуждали продажу первой грузовой компании На которую приходится 16% бизнеса российских железных дорог И в результате того, что в аукционе появится третья сила Компания Загадочная сумма капитала Основанная выходцами из Дагестана Цена продажи может вырасти Ну а, собственно, похожая история произошла с компанией LinkedIn IPO, которое прошло несколько недель назад И вот теперь выясняется, что компания, возможно, была недооценена И была продана дешевле своей реальной стоимости Посмотрим, что пишут об этом блогеры Блогеры Взрывной выход на биржу социальной сети LinkedIn не перестает волновать блогеров На днях известный венчурный инвестор Питер Тилл, вкладывавшийся на начальных стадиях Facebook, PayPal и LinkedIn Заявил, что инвестбанки недооценили социальную сеть в ходе размещения акций Банки не понимают в полной мере потенциала новых интернет-компаний Не считают их чем-то реальным, говорит Тилл Можно ли считать компанию недооцененной, если ее капитализация при IPO превышала ее прибыль в 270 раз А после скачка котировок в первый день торгов соотношение выросло до 500 раз, пишет Михаил Аверченко в блоге газеты «Ведомости» Если бы кто-то сегодня решил полностью купить LinkedIn, то при сохранении нынешней прибыли компании Выложения инвестора купились бы за период, равный всей истории рынка акционерного капитала То есть примерно за 400 лет Нет ничего плохого в том, что в качестве одного из способов оценки компании Используется прогнозируемая на ближайший год прибыль Однако брать такой мультипликатор как основной все же несколько странно Одно дело полученная прибыль, а другое дело прогноз, пишет Аверченко Доходы социальных сетей, скорее всего, действительно будут расти Но разговоры о том, что что-то новое радикально отличаются от предыдущего И поэтому заслуживают гораздо более высокой оценки В истории звучали и во время кредитного бума, и во время технологического бума Так что и о здравом смысле забывать не стоит, пишет Аверченко Тем временем котировки акций LinkedIn продолжают снижаться, пишет Шайра Овайт в блоге Wall Street Journal В среду торги закрылись на отметке 77 долларов за акцию, снизившись на 5,6% Конечно, этот уровень заметно выше цены размещения, которая составила 45 долларов Но по сравнению с ценой акций на закрытие в первый день торгов, котировки уже упали на 18%, отмечает Овайт С первого же дня торгов, 19 мая, цена на бумаге LinkedIn не опускалась ниже 80 долларов за акцию Это означает, что все, кто не был подписчиком IPO, а купил акции уже на бирже, с сегодняшнего дня начали терять свои вложения, пишет Овайт Ну а это была программа Деньги на дожде, с вами был Иванов Игорь Я рассказал обо всех основных новостях бизнеса и экономики к этому часу До свидания, пока